Накануне прошло заседание правления Ассоциации Совет Муниципальных Образований Тверской области. Члены правления говорили об итогах обследования доходов районов регионов, а также развития демографической политики. Экспертное аналитическое обследование доходной части бюджетов районов Верхневоложья последний раз проводилось в далеком 2012 году. За 8 лет картина с доходной частью ясно изменилась. Поэтому новое обследование стало крайне необходимым. Несмотря на все, что происходит сегодня у нас с вами в налоговой сфере, это у нас меняется налоговая база, появляются дополнительные льготы, в том числе на федеральном уровне. В наше с вами в целом поступление налоговых и налоговых доходов местных бюджетов ежегодно, неуклонно растет. Доходная часть бюджета складывается из трех частей. Налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления. Большая часть поступающих средств это налог на имущество физических лиц и землю. При этом Марина Поттихова отметила, что остается довольно большая часть собственников, которые не облагаются налогами. По таким хитрым гражданам, которые не подают заявление на регистрацию права собственности, по мнению министра, необходимо усилить контроль. Стоит как раз вопрос не в том, чтобы повышать налоги, дифференцировать, а в первую очередь найти наибольшее количество объектов налогообложения. То есть, чтобы от нашего взора ни один из объектов сегодня не пропал. В первую очередь этим займутся те районы, где довольно высокая кадастровая стоимость земельных участков, где есть много интересантов этими объектами. Обсуждая доходные возможности муниципалитетов, члены заседания отметили важную проблему. Это кадровый потенциал. При этом это одно из направлений развития демографии, отметила министр семейной политики Светлана Ермакова. Развитие колледжей на территории региона и развитие высших учебных заведений, чтобы они были привлекательны для тех студентов, которые могут нам приехать с других территорий. И, как показывает практика, около 60% студентов, которые обучаются на территории, они остаются здесь проживать. И вот Сергей Ильич говорил о том, что не хватает кадров, именно молодых кадров. И за последнее время с территории нашей области именно выехали, именно молодежь уехала. До этого было отобрано 8 пилотных регионов, где будет разработана собственная программа по развитию рождаемости. Это Тверь, Калининский район, Лихославль, Вышний Волочок, Беженск, Кашинский район, Кимры и его район. До 1 апреля администрации перечисленных районов должны будут прислать в министерство своей программы. Лучшие из них получат дотации на достижение установленных показателей. А это 20 миллионов рублей из областного бюджета.